Здравствуйте! Выходим на старт дистанции. Все самое интересное в спорте в Вологодской области в нашем еженедельном обзоре. Смотрите в программе. Северсталь порадовала болельщиков новогодней победной серии матчей. Психология победителя. Она едет в волшебную палочку. Она уступает. Алмаз продолжает борьбу за лидерство в чемпионате МХЛ. Северянка обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата России по волевому. Череповецкие конькобежцы приняли участие в чемпионате Европы по конькобежному спорту, который прошел в Италии. В целом выступили неплохо и были близки к пьедесталу. Череповчанин Артем Кузнецов занял четвертое место на чемпионате Европы по конькобежному спорту в скринтерском многоборье. Кузнецов стал десятым во втором забеге на одну тысячу метров с заключительным в виде программы многоборья. А его лучшим результатом на этих соревнованиях стало третье время на дистанции 500 метров во втором забеге. В общем зачете спринтерского многоборья лучшим стал голландец Вербей. Кузнецову не хватило до бронзы всего 165 тысячных балла. Череповчанка Евгения Лаленкова в последнем виде программы в классическом многоборье дистанции 5000 метров показала пятое время. А в итоговом общем зачете многоборья у Евгении седьмое место. Волейбольная команда «Северянка» гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата России высшей лиги А. В очередных матчах в Москве череповецкие волейболистки уверенно дважды обыграли луч и остаются на первом месте турнирной таблицы. Также лидирует в чемпионате высшей лиги Б «Северянка-2». Молодежная команда очередные матчи проводила на своей площадке. В чемпионате высшей лиги Б между заключительным туром прошлого и первыми играми нового года прошло три недели. И долгий перерыв сказался на игре «Северянок» в первой и второй партиях матча с Обнинском. Поэтому соперник смог навязать серьезную борьбу. Однако в концовках сетов хозяйки зала действовали уверенно, даже несмотря на то, что во втором сете гости были близки к успеху, когда повели 23-20. Но далее очки набирала только «Северянка-2». В третьем сете спурт «Череповчанок» начался со счета 6-13. «Северянки» за один игровой отрезок перевернули результат на 20-14, а затем спокойно довели сет и матч до победы. Как и в первом матче, два сета повторной встречи закончились с рабочим счетом, а третий стал формальностью. На протяжении всей игры «Северянка-2» большими сериями брейковых очков уходила вперед, не оставляя сопернику надежды на успех. Итог третьего сета 25-11, а матча 3-0. «Северянка-2» остается лидером турнира. Предстоящий уикан в «Череповце» получится волейбольным. «Северянка» проведет последние домашние матчи на первом этапе чемпионата России высшей лиги. Далее команду можно будет увидеть только в плей-офф. В ближайшие выходные соперником станет «Олимп» из Новосибирской области. Также на своей площадке сыграет очередный матч и «Северянка-2». Соперник – команда из Ижевска. Волейбольный клуб решил сделать бесплатный вход на эти матчи обеих команд в спорткомплексе «Юбилейный» для всех болельщиков. Молодежная хоккейная команда «Алмаз» начала выездную серию матчей в чемпионате МХЛ победой над МХК «Динамо» в Москве. Правда, в повторной встрече столичные хоккеисты смогли взять реванш. В первом матче череповчане активно начали игру и уже на третьей минуте встречи добились успеха. Красивая комбинация первого звена завершилась точным броском Артема Маркова. Спустя 4 минуты успех удалось закрепить Алексею Капустину, удачно подкараулившему отскок от вратаря. Сразу после этого гола тренецкий штаб «Динамо» взял 30-секундный перерыв. Эта передышка помогла хозяевам не только сбить темп, но и вернуться в игру. Всего через 30 секунд после паузы Федор Мошкин пробил Константина Шостака. На 45-й минуте поединка счет опять изменился и вновь смогли забросить гости. Артур Шахрудинов, который проводил первую игру после длительного отсутствия из-за травмы, идеальным пасом вывел на рандеву с фратарем Максима Неволина. Партнер не сплоховал. В конце встречи хозяева пошли ва-банк, заменив фратаря шестым полевым игроком, но это привело лишь к тому, что Алмаз забросил еще одну шайбу. Отличился Кирилл Нижников. 4-1. Уверенная победа череповецкого коллектива. В повторном матче Алмаз позволил сопернику взять реванш. Череповецкая команда, как и накануне, вышла в ранге фаворита матча. Сразу захватила инициативу. Когда динамовцы в очередной раз остались вчетвером, шайба все же влетела в их ворота. Точный бросок удался Никите Колесникову. Три удаления понадобилось и хозяевам, чтобы сравнять счет. Александр Петрунин завершил хитрый замысел москвичей. За 7 минут до конца третьего периода Кирилла Тяпкина пробил динамовец Максим Чувилов. Череповщане бросили все силы в атаку, заменили фратаря шестым полевым игроком, но спасти матч у них не вышло. 2-1. Победа Динамо. Северсталь радует болельщиков своей игрой и результатами в наступившем году. Даже смена часовых поясов не сказалась на игровом тонусе подопечных Андрея Разина. Северсталь начала самую длинную в сезоне выездную серию матчей чемпионата КХЛ в Новосибирске поединком с Сибирью. Череповщане стартовали лихо. Уже к середине первого периода они вели со счетом 2-0 после точных бросков Владислава Кадолу и Егора Баденко. Однако сибиряки смогли одну шайбу отыграть в большинстве. Во втором периоде Вадим Кудака, подключившись к атаке, восстановил преимущество Северстали. А затем череповецкая команда пропустила, имея численный перевес на льду. Но вновь быстро разрыв в две шайбы был возвращен. Автором гола стал Картер Эштон. В третьем периоде за 5 минут до финальной сирены хозяева площадки забросили третью шайбу в Арду Череповчан, а следом и четвертую. Но Северсталь тут же ответила голом Игоря Гераськина. В итоге 5-4 победы Северстали. К сожалению, психология победителя, она по мановению волшебной палочки не наступает. Как раз вот через такие игры приходит уверенность в себе. Я даже рад, что сегодня так игра складывалась, потому что те ошибки, которые мы совершали, которые мы сами переворачивали, ход игры, есть когда их разобрать, когда их исправить. Что-то у нас не получилось, наверное, что-то я сделал не так. Вот поэтому, еще раз повторю, мне стыдно, так как мы сегодня играли. И по большому счету играли мы только в третьем периоде. В принципе, соперник два периода смотрелся лучше и, наверное, победил заслуживание. Так, чтобы вот прям 20 человек, они будут играть 20 человек, конечно, такого не будет никогда в современном хоккее. Все должны чувствовать такую небольшую конкуренцию для общего развития, для дальнейшего развития. Вот должны сзади припирать их. Ребята у нас, к счастью, сейчас есть полноценных, там практически, ну не практически, а 6 троек, 5 паразащитников. Поэтому все нормально. Северсталь ведет борьбу с Самуром в рейтинге КХЛ, а потому игра была крайне важна. Кроме того, принципиальности встречи добавил тот факт, что дальневосточный клуб буквально накануне этого матча возглавил бывший тренер Северсталя Александр Гулявцев. И хозяева льда первыми открыли счет уже на четвертой минуте. Однако очень быстро равенство было восстановлено. Северсталь отыгралась после точного броска Алексея Михнова. Во втором периоде свой первый гол в сезоне забил защитник Иван Лекомцев и вывел Северсталь вперед. В заключительный третий матч череповчане пропустили шайбу в меньшинстве. 2-2 в основное время матча. В серии буллитов везение было на стороне Северсталя. Решающий гол забил Алексей Михнов. Четвертая подряд победа 3-2. Сегодня два фактора. Во-первых, у команды поменялся новый главный тренер. И всегда это придает новые эмоции. И видно было, что сегодня Амур был заряжен. И второе, конечно, играть здесь всегда тяжело. Тем более так рано утром. Поэтому благодарен ребятам, что, скажем так, выдержали, выстояли. Мы забили вовремя. Особенно первый гол, который немножко так нас утряхнул. Северсталь с победой. Хороший матч. Выдали вовремя команде. Я считаю, что игра была агрессивная, быстрая. По своей команде хочу сказать, что ребята сегодня вышли действительно эмоционально заряженные. Лавочка была живая. То есть равнодушных не было сегодня. Вышли играть на победу. Но есть проблемы. Есть проблемы с реализацией моментов. До этого матча за последние пять игр забили четыре гола. Тяжело выигрывать с такой результативностью. Северсталь в очередном матче чемпионата КХЛ в Шанхае встречалась с китайским клубом Кунь-Луни Ред Стар. Перед игрой за температурой ли главный тренер Северсталя Андрей Разин и нападающий Данил Вовченко. На игру команда вышла без них. В первом периоде череповчане смогли открыть счет. Отличился Евгений Лапенков, реализовав выход один на один с ретарем китайской команды. В начале второго периода Джеффри Кинрейд забил свой первый гол за Северсталь и увеличил преимущество череповчан. На последней минуте периода хозяева площадки реализовали численное большинство. Но спустя всего 12 секунд Дмитрий Марковин восстановил преимущество Северсталя в счете, поразив ворота с близкого расстояния. Начало игры было за соперником. Сработало правило «не забиваешь ты, забиваешь другой». То есть нам удалось забить гол. Много оборонялись. Ну и ключевой момент в игре, я считаю, что нам удалось ответный третий гол провести быстро. В третьем периоде череповецкие хоккеисты успешно сыграли на удержание счета, а Алексей Михнов поразил уже пустые ворота кундуни на последней минуте встречи. Итог матча 4-1 в пользу Северсталя. Это уже пятая победа череповецкой команды подряд. Мужики, все красавцы. Сегодня много кому можно отдать, но я бы хотел отдать бодрому. Именно в этот момент стало окончательно понятно, что сегодня победа будет за нами и у них нет никаких шансов. Ну что, мужики, можно сказать, хорошая игра, хорошая победа. Продолжаем. Давайте и выезд. Еще у нас 4 игры на выезде. Так что давай, вперед. Северсталь завершила свое дальневосточное турне в чемпионате ГХЛ матчем во Владивостоке против Адмирала. Уже в начале встречи черепаецкий канадец Картер Эштон открыл счет. Однако первое же удаление в составе череповчан хозяева льда использовали. И на первый перерыв команды ушли при счете 1-1. Второй период остался за гостями. Сначала Евгений Лопенков снова вывел Северсталь вперед, завершив красивую комбинацию. Затем в численном большинстве Егор Бабенко закрепил преимущество черепаецкого клуба. В третьем периоде дальневосточники смогли отыграть гол. Шайбу забросил воспитанник черепаецкого хоккея Денис Вихарев. Череповчане ответили стремительной контратакой, которую завершил скоростной Сергей Монахов. Этот гол успокоил дальневосточников. В итоге 4-2. Победа Северстали шестая подряд. Для нас, конечно, тяжелая игра. Четвертая игра на выезде тяжело. От, скажем так, движения все-таки мы проиграли. И количество бросков говорит на себя. Но сыграли строго. Вовремя забили. Команду с победой. Как будто играли неплохо. Движение было. И момент создавали. Но как-то сегодня не совсем все получилось, как бы хотелось. Северсталь занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующую выездную серию игр череповчане начнут 21 января матчем в Москве против Динамо. Это все о спорте на сегодня. Снова выйдем на дистанцию через неделю. До встречи и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова